В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. Коммунальный ад. Жители общежития на улице Островского продолжают жить над бассейном кипятка. Сегодня Россия отмечает годовщину Сталинградской битвы. И в Рязани появился первый в истории региона кандидат в мастера спорта по биатлону. В бывшем общежитии на улице Островского уже долгое время подвал дома залит кипятком. Прорыв отопления в бывшем общежитии произошел еще до Нового года. Три недели назад мы показывали сюжет об этой коммунальной проблеме, но на сегодняшний момент никаких улучшений не последовало. Люди живут над бассейном кипятка, в который превратился их подвал. Этот дом был построен в 1967 году. Однажды здесь только лишь проводился капитальный ремонт крыши, по словам жильцов, 7 лет назад. Больше ничего. Год за годом граждане борются с глобальной проблемой. И каждый отопительный сезон их дом кипит словно чайник. Я здесь в этом доме живу 26 лет. И по стене 5 лет вот такое безобразие творится. Прорывы труб внизу. Они в одном месте на трубу ставят хомут, в другом месте прорывается течь, затапливают подвалы. Высота подвала, по словам местных жителей, не более 70 сантиметров. Фундамента нет. Внизу земля. Так что мастерам приходится, проваливаясь в мокрую почву, буквально ползать по подвалу в тумане и искать течь. Иногда это делают сами жители злосчастного дома. Там ничего не видно, но слышно очень отчетливо, что в сифоне. В подвале шипит горячая вода из трубы. Повсюду пар, образуется конденсат. Капли появляются на потолке, стенах, в самом подвале, в коридоре, комнатах, везде. Людям невозможно становится сушить свои вещи. Они их постоянно перестирывают. Конечно, они все заплеснеют. Вот, укрепил. Ну на, сейчас я к вам вернусь. Ложи, и все, перестри. Представить трудно, как в этом доме дышат люди. Первое ощущение при входе в подъезд, что вы попали в хамам, турецкую баню. Только слишком тяжелый и неприятный воздух. Проведя даже 10 минут в этом здании, мне стало трудно дышать. Оказывается, жильцы общежития все равно не могут привыкнуть к этому пару. Даже с маленькими детьми по ночам они спят с открытыми окнами в своих комнатах. Жильцы дома хотят, чтобы замена или капитальный ремонт труб был произведен в ближайшее время. Они готовы пережить отключение отопления. Не раз такое уже случалось, поэтому у многих есть электрические обогреватели. Я пошел в управляющую компанию. Из-за того, что полы были очень горячие, ходить по ним было нельзя. Они пришли, отключили отопление. И все новогодние праздники отопления не было. 10 января жильцам дали отопление. После чего в доме полопались трубы, а подвал залило горячей водой, уже понакатанный. Вот так заботится о жильцах их управляющая компания. С управляющей компанией вообще у нас была городская роща. То есть мы узнавали, звонили в инспекцию, нам так сказали, что управдом. Сам директор городской рощи говорит, что городская роща. Оказалось, что ответы жильцам на их запросы приходят от управляющей компании управдом. А пишут они свои претензии в городскую рощу. Граждане не понимают, что происходит. На проблему никто не реагирует. Люди собирали подписи и обращались к губернатору Рязанской области. Но пока ничего. Они в отчаянии и вновь и вновь выкладывают посты в интернете и призывают СМИ помочь им. Одна из фотографий в соцсети уже привлекла к себе внимание общественников. Я как член штаба Российского народного фронта решил подключиться к данной проблеме и попробовать помочь жителям решить данную ситуацию. Путем усилий штаба и инициативной группы, которая здесь была организована. Мы написали предписание, то есть прошение в жилинспекцию. Соответственно, написали документы в администрацию. И, соответственно, ждали ответа от жилинспекции. Жилинспекция, как вы уже видели, по документам свой ответ прислала. Соответственно, мы, в свою очередь, будем добиваться решения данного вопроса и дальше. Для того, чтобы вернуть жителям нормальные условия. Вся инициативная группа приходит к выводу, что нужно вновь обратиться в вышестоящие органы, чтобы управляющую компанию, которая отвечает за этот дом, как бы она ни называлась, заставили исправить катастрофическую ситуацию. Пока полы первого этажа, которые в основном деревянные, уже сильно гниют, не провалились в подвал, а все дети, живущие в общежитии, не приобрели заболевания дыхательной системы. За облачными цифрами в платежках за тепло и воду сталкиваются не только жильцы этого общежития. Так в сети появилось видео, которое снимает явно разозлившийся на коммунальной службе житель дома в Дашкове-Песочне. По очереди, открывая краны в ванной комнате, он демонстрирует, что горячая вода из них не течет, а счетчики, тем не менее, работают и отсчитывают несуществующие кубометры воды. Вот горячая вода. Открываем. Горячей воды. Счетчик. Все отлично. Горячей воды. Счетчик крутит только в путь. 2 февраля в России отмечают 74-ю годовщину победы в Сталинградской битве. Сталинградская битва, которая длилась 7 месяцев, является крупнейшей сухопутной битвой в истории человечества. Наряду с сражением на Курской дуге она стала переломным моментом в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу. В ходе контрнаступления Красной армии были окружены и частично уничтожены войска противника. По приблизительным подсчетам, суммарные потери обеих сторон в этом сражении превысили 2 миллиона человек. Звуки разрывающихся снарядов давно утихли. Но их призраки постоянно напоминают, что за мирное небо над головой нужно бороться. 2 февраля в России отмечают юбилей победы в Сталинградской битве, которая прошла в 1943 году. 13 рязанцев – живые участники тех событий. Сегодня принимают поздравления в городском совете ветеранов. Константину Гришанову пережить пришлось многое. Он воевал и под Москвой, и под Сталинградом. Потерял ногу, получил несколько ранений. На его груди блестят десятки наград за боевые и затем хозяйственные заслуги. А началось все в первые дни войны. Тогда ему было всего 17 лет. Молодой и горячий он записался добровольцем за несколько месяцев до официального призыва. Мы не понимали тогда, как так захватить, собирается нашу страну. Горел желанием защитить Родину. Вот все у меня, другой мысли-то не было. Мать поплакала, но все равно проводила. Константин Сергеевич попал в десантные войска. Прошел краткий курс обучения. А вот прыгнуть с парашютом не успел. Сразу отправился на ответственное задание. В составе группы из 26 человек он был единственным без боевого опыта. А приземляться пришлось в тыл врага. Прыгали мы в 11 дня причем. Прям на голову немцев, откровенно говоря. Кто полегче, а я был худенький, отнесло в лесу. Многие погибли в первый же день, например, женщина-переводчик. Но Константина Гришанова судьба оберегла. Несмотря на это, испытать пришлось разное. Помнит, как судьки выполнял обязанности командира взвода, отвечая за жизни 40 человек. Как дважды брали высотки, оккупированные немцами. И как освобождали от захватчиков штабы. Я выпрыгивал на этого часового. Ну а рядом буквально 4-5 метров там спрятаны были мои люди. А раз ему, как говорят, в рот и шума никакого нет, а его в лес и расстреливали. Расстреливали, все. Это в порядке вещей. Застрелить человека, оказывается, в войну. Это так должно быть. Так должно быть. Если не он, ребят, так я его. Большинство задач в те годы Константин Сергеевич выполнял в тылу врага. Еле то, что удавалось добыть, очень простую пищу. Про сону вспоминать страшно. Всю зиму первого года войны мы использовали только лес и шинель. Все. Тяжело поверить, что мы, никто, не заболел серьезно, чтобы отдать, как говорят, Богу душу. Это страшно. Потому что молодой организм, видимо, боролся. Самое трудное это ожидаешь смерти. Вот самое трудное. Все время ожидаешь смерти. А это, я считаю, самое страшное для человека. Константин Гришанов награжден высшей солдатской наградой орденом Красной Звезды. Однако он не очень любит вспоминать те военные годы. Да и память уже не та. Сказываются последствия инсульта, перенесенного несколько лет назад. Больше удовольствия ему приносят рассказы о хозяйственных заслугах. А рассказать он действительно может многое. Берегите своих близких и чаще общайтесь с ними. Ведь этот кусочек истории, который хранит живой человек, уже невозможно будет восстановить. В Рязани появился первый в истории региона кандидат в мастера спорта по биатлону. Алексею Андрову всего 16 лет и для традиционно возрастного вида спорта это серьезное достижение. Анна Герцовская побывала на одной из тренировок биатлониста и выяснила, каким трудом ему досталось новое спортивное звание. Алексей Андров встал на лыжи еще в 4 года. На какой-то период он даже откладывал их в сторону. Сейчас все его свободное от учебы в Рязанском строительном колледже время занимают тренировки на биатлонной трассе. Прошедшие соревнования в Смоленской области, на которых собрались лучшие спортсмены Центрального федерального округа, завершились для него победой в спринте. До этого в индивидуальной гонке он показал пятый результат с шестью промахами. Бежало более 40 спортсменов. В таком виде спорта случайностей не бывает и явные лидеры выделяются от гонки к гонке. В составе команды Алексея был и его отец Виталий Адров, который всю свою жизнь неразрывно связан с лыжами. И он в спринте уже вышел, скажем так, более уверенным, наверное. Хотя, опять же, мы не ставили ему задач выигрывать. Однако с первых метров дистанции еще до огневого рубежа Алексей взял лидерство. Его велитренеры подсказывали, помогали. По одному промаху на первой и на второй стрельбе. За каждый из них по штрафному кругу в 150 метров. И все равно лидерство за Алексеем. Вышел на заключительный круг двухкилометровый. После второй стрельбы стоя он вышел с преимуществом порядка 8-10 секунд. Но на финише его преимущество оказалось над вторым соперником 17,7 секунды. Это, скажем так, для дистанции в 6 километров это серьезное преимущество. Промахи на стрельбе для такого возраста это нормально. Но заметьте, какой у Алексея ход. И это неудивительно. Биатлоном он занимается последние два года. А лыжами уже давно. Профессионально. В прошлом году приехал на Лужнюю Россию. Вообще я изначально приехал бежать в ГТО. Потом в итоге уже все на ГТО стартанули. А я все, проспал старт. И сказал, я лучше побегу в Лужнюю Россию. Ну, побежал пятерку. Выиграл в Абсолюте. Чуть... Мне буран на лыжи чуть не наехал. Я его, то есть, догнал. То есть, Алексей может в прямом смысле слова догнать снегоход. На трассе машина была нужна для того, чтобы снимать спортсменов. В этом году Лужня России состоится 11 февраля и будет проходить как раз вблизи Рязанского биатлонного комплекса. Что же касается Алексея, то за первое место в спринте в Смоленске ему присвоили звание кандидата в мастера спорта по биатлону. Именно призовые места на прошедших соревнованиях давали возможность выполнить норматив. А не время, за которое спортсмен прошел дистанцию. Ведь погодные условия могут быть разные, поэтому в биатлоне оценка идет по факту занятых мест. Также победами в основном оцениваются заслуги великих спортсменов. Кумир Алексея Адрова Ули Айнар Бьерн Дайлен. Ули Айнар уже сколько выступает, ему уже довольно-таки много лет, и он наравне с лидерами бежит. Восьмикратный олимпийский чемпион, более 100 наград на этап Кубка мира. Остается пожелать Алексею дальнейших успехов, ведь он настроен на достижение больших высот, а Рязанскому региону еще большего развития биатлонного спорта. И о событиях культуры. В эпоху раннего средневековья территория Рязанской земли была заселена финно-уграми, жизнь которых представляет теперь собой одно из самых ярких явлений в археологии лесной зоны России. Памятники, оставленные ими в литературе получили название Рязано-Окских могильников. В Кремле проходит выставка, на которой можно увидеть все богатство и разнообразие культуры ушедшей эпохи. Традиции погребения, а также особенности захоронений могут рассказать многое о древних культурах, в том числе и о культуре финно-угров, которые во II-VII веках н.э. проживали на территории современной Рязанской области. Именно по берегам среднего течения Оки расположены основные памятники рязано-окских финнов. Могильники. Всего на сегодняшний день известно порядка 40 погребальных памятников рязано-окского типа, в которых изучено более 3000 погребений. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник впервые в рамках отдельной выставки представляет часть своей коллекции погребального инвентаря из нескольких некрополей. Несмотря на всю вот эту яркость самобытную скульптуру с огромным количеством украшений, предметов, не так часто эти вещи можно было бы увидеть на наших выставках. Почти нет их в экспозиции нашей. Поэтому нам хотелось бы показать действительно вот это вот разнообразие этой культуры, богатства, вещей, мастерства, ювелиров, которые все это делали. Представленные здесь экспонаты, несмотря на их схожесть, уникальны, поскольку многие из них делались повозковым моделям, которые разрушались сразу же после изготовления изделия. В основном это относится к ювелирным украшениям, которые в огромном количестве находят в женских захоронениях. Это медные, бронзовые, реже серебряные браслеты, бусы, а также изделия, которые использовались для украшения головных уборов. В мужских же захоронениях чаще всего находят оружие, фибулы, наборы воинских браслетов. В мужские погребения также клались элементы конского пляжа. Это могла быть воздечка, пледь. И интересная деталь, что только в мужских погребениях мы находим горшки. В женских погребениях они практически неизвестны. Вот такая особенность этой культуры, что загробную жизнь вместе с украшениями и предметами вооружения только в мужские погребения ставились горшки с погребальной характеризной. Выставка культуры резонокских могильников работает в малом выставочном зале дворца Олега. Так что спешите посетить. На этом все. Новости и другие авторские программы моих коллег смотрите на нашем сайте город62.tv Мы желаем вам хорошего настроения и до встречи в эфире. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова